Глава государства с рабочей поездкой в Островецком районе, в центре внимания БелАЭС. Введение в эксплуатацию второго блока и внедрение атомной станции в экономику страны во вторник обсуждали в кабинете главы государства. Сегодня президенту вручили символичный паспорт готовности объекта. Мы рассчитываем, что достали, что он будет работать. Для меня огромная честь и большое удовольствие, вам вручить этот паспорт от имени Росатома, 330-тысячной организации. Дворец независимости не тебе. Самое видное место, как самый простенький, но самый ценный паспорт. Обязательно. Спасибо. Еще раз спасибо вам за личную вашу заботу, внимание. Всем коллегам низкий поклон. Мы просто как друзья, как товарищи реализовывали этот проект. Он нас много научил. И вот тот случай, когда надо закончить мою уступление словами, даст Бог не последний. Реализация проекта началась в 2008 году. Тогда были разные мнения, некоторых пугал мирный атом. Однако сегодня по завершению строительства мы сполна реализовали мечту энергетического суверенитета страны. Два энергоблога обеспечат более 40% внутренних потребностей в электроэнергии. Строительство атомной станции открывает новые возможности. В том числе для сотрудничества с Россией по ряду наукоемких направлений. Так Росатом предлагает создать в Беларуси гигафабрику. Речь о производстве накопителей и ключевых электронных компонентов для электротранспорта. Беларусь стремительно ворвалась в прошлом году в атомную липу мира. У вас было в районе 14% атомного электричества. В этом году вы на 25-26, наверное, выйдете. Нас обгоните, Соединенные Штаты обгоните. В будущем году. У вас обогнать еще. По удельному весу получать. А куда бы вы поставили третий блок, если вдруг по-хозяйски пришлось он на него сооружать? С точки зрения строительства нового блока мы никаких проблем не видим вообще. Прекрасно представляем площадку. Всегда держим на голове возможность дальнейшего мультиплицирования, что ли. Вопрос. Мы же фактически рассматриваем энергосистему как, если не единую, то во многом очень комплементарную между Россией и Беларусью. И в этом смысле, конечно, надо, чтобы наше министерство энергетики, наше правительство выработали план. Вот что делать неправильно? Смотреть в горизонте 10-15 лет. Надо смотреть в горизонте 60-70-х годов. Кроме общего, ну, волового увеличения потребления в связи с ростом экономики, обеспеченностью граждан, уровнем жизни, на мой взгляд, произойдет как минимум два еще принципиально важных качественных изменения. И мы об этом частично будем вам докладывать. Все-таки мы будем переходить на более высокий уровень употребления электродвижения. А электродвижение, оно уже зависит от количества электричества, соответственно, его нужно генерировать. И в этом смысле устойчивая такая зеленая долгосрочная атомная энергетика как раз является базой, как это ни странно, даже для электродвижения. Тему совместного развития инфраструктуры для электротранспорта накануне обсудили лидеры Белоруссии и России во время телефонного разговора. Александр Лукашенко поделился подробностями. Мы уже смотрим на электрификацию, если можно сказать, этой дороги от Бреста до Казани и туда дальше. Мы с Владимиром Наденовичем позавчера на эту тему много говорили. Я говорю, ну пора уже электробусы запускать по дорогам, легковые автомобили поедут. Нам поставить станции. А Пархомчик уже научился с нашими энергетиками заправлять автобус на ходу электричеством. Это вообще прогресс большой, не надо останавливаться. Поэтому мы с ним обсуждали вот эту тему. Оказание поддержки гражданам и движение электробусов по этой трассе. Но это же вообще другой технологический ландшафт совершенно. Конечно. Да, и Москва. Он говорит, слушай, мы взялись за Москву серьезно. Собяни много делает для того, чтобы Москву электрифицировать и перевезти на эти электробусы, электромобили. Там дышать же нечем. Проект БелАЭС стал самым высокотехнологичным и масштабным в истории белорусско-российских отношений. Сотрудничество на этом не заканчивается. Как неоднократно говорил президент, развивать его будут не только в атомной энергетике, но и других наукоемких направлениях. Росатом пригласил белорусских строителей к участию в зарубежных стройках. Взаимодействие и взаимоотношения дальнейшее с нашим стратегическим партнером, госкорпорацией Росатом, будут продолжаться. Это не только вопросы эксплуатации станции, но это важное направление. Это и вопросы научного сопровождения, технической поддержки эксплуатации блоков. Это обращение с радиоактивными отходами. Также и продление срока эксплуатации. Это более 60 лет. Мы также будем вместе работать. Это правильное направление деятельности. Это подготовка кадров. Есть соответствующие программы, дорожные карты. Ну и, конечно же, есть и не атомная энергетика. Это надежная, безопасная, экономичная станция, которая уже работает на экономику страны. И тем более, что белорусская атомная станция – это не только укрепление энергетической безопасности страны. Это действительно большой шаг в технологическом развитии национальной экономики. А все это – повышение качества жизни людей. Строительство БелАЭС стало толчком в том числе к развитию инфраструктуры в Островце. В рамках рабочей поездки глава государства также ознакомится с местными объектами здравоохранения. В частности, посещает Островецкую ЦРБ. Подробности в следующих эфирах. Должностные лица Латвии ответят за преступления против безопасности человечества. В Беларуси возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Расовая ненависть, дискриминация и насилие – такова доминирующая диалогия латвийских властей. В жертву ей они принесли жизни 12 человек. Попытка пересечь границу для них стала летальной. Жестокость и остервенение в отношении мигрантов ужасает. Они бегут от войны в страны Евросоюза через Прибалтику, а встречают пытки, издевательства, жестокости, насилия. Такой подход стал для последователей еврофашизма обычным делом. Некоторые жертвы умирают в попытках пересечь границу, а их тела выбрасывают за забор карательные батальоны Евросоюза. Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской Республики, продвигающих идеи расового превосходства и авторитаризма. Именно они считают, что европейская культура и нация являются высшим и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о чистоте нации. Латвийские власти уже не раз доказывали, требования международных договоров для них пустой звук. Незаконная депортация осуществляется постоянно в нарушении всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о статусе беженцев. Минобороны Израиля сообщает о своих успехах. Армия, которая вошла в город Газа, ведет его зачистку. Бои идут там повсеместно. При этом в командовании не исключили расширение масштабов операции. На этом фоне движение Хизбалла, которое базируется в Ливане, заявило, что вступит в конфликт, если Цахал не прекратит обстрелы Газы. Ожидается, что сегодня, во второй половине дня, должен выступить лидер группировки. Если не будет выполнено их требование, то он объявит всеобщую мобилизацию. Напомню, ранее израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявлял, что ни о каком прекращении боевых действий не может быть речи, пока не будет уничтожен Хамас. Польские энергетики подготовили неприятный сюрприз для жителей страны. Новый год они могут встретить с новыми ценами на электричество. И это может изрядно испортить праздничное настроение. Так, стоимость счетов грозит увеличиться на 60, а то и на 70%. Это стало известно после того, как компании-поставщики подали главе управления регулирования энергетики заявки на тарифы на продажу электроэнергии. Такое увеличение в любом случае потребует вмешательства уже нового правительства. Работа крупнейшего в Австралии аэропорта Канберры была временно остановлена из-за переполоха, которую строила одна из пассажирок. Когда она узнала, что опоздала на свой рейс, то решила не сдаваться и любыми способами улететь. Женщина прорвалась на летное поле и преградила дорогу самолету, который собирался взлететь без нее. Лайнеру в целях безопасности пришлось заглушить двигатели, а пассажирам наблюдать, как ее задерживает полиция. Индийская столица вновь задыхается от смога. Зимой это частое явление для Нью-Дели, только на этот раз он оказался гораздо опаснее, чем обычно. Индекс загрязнения воздуха достиг почти 500. По словам специалистов, это означает, что когда вы выходите из дома, то входите в газовую камеру, так как количество вредных частиц в атмосфере во много раз превышает все допустимые уровни и серьезно угрожает здоровью людей. Власти тут же отменили все занятия в школах, а горожан призвали носить маски и отказаться от поездок на своих авто. Стать студентом на один день в Академии управления при президенте стартовал осенний образовательный проект «Лестница успеха». Его участники – три десятка учащихся десятых и одиннадцатых классов школ со всех регионов Беларуси. Все они получили временный студенческий билет. Впереди насыщенная программа. Это встреча с активом вуза, круглый стол, командообразующие квесты, лекции. Большинство ребят уже определились с выбором будущей профессии. Это госслужба. Несомненно, хотелось бы работать, как раз взять эту ответственность, государственная служба и поступить в Академию управления на государственное управление и экономика. Академия управления – это своего рода отдельный город, отдельная страна, которая совмещает в себе все то, что есть в каждом государстве, в каждой стране. Здесь есть свой музей Академии управления, есть определенные люди, определенная атмосфера, которая затягивает. Я очень рада, что принимала участие в таком интересном проекте, потому что мне кажется, что это что-то очень новое и необычное, потому что почувствовать себя в роли студента может далеко не каждый. И я думаю, что все должно пройти очень здорово и интересно, что я смогу найти новых друзей и с кем пообщаться, и хорошо провести время. Быть государственным служащим и пройти необходимую подготовку – это очень-очень ответственный шаг. И мы очень рады, что в нашей стране есть такие ребята, которые вот уже фактически, еще обучая школе, хотели бы в итоге закончить Академию управления при президенте Республики Беларусь и прийти на государственную службу, то есть посвятить себя фактически служению нашему государству и служению нашему народу. Профориентационный проект «Лестница успеха» проходит в УЗИ уже не в первый раз. По его итогам, большинство участников становятся студентами Академии управления при президенте. Ее отличительной чертой была и остается верность лучшим традициям отечественной театральной школы. Народной артистке Зинаиде Зубковой сегодня 85. С днем рождения ее поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что артистка и в дальнейшем будет работать также плодотворно и вдохновенно, воспитывать у зрителей уважение к отечеству. Уроженка Ленинградской области, еще будучи студенткой, пришла служить в Купаловский театр и работая там по сей день. Зинаида Зубкова поистине ведущий мастер сцены. Ее кредо «Жить значит работать». Среди лучших ролей работы в спектаклях «Извините, пожалуйста», «Трибунал», перед ужином в метель «Кто смеется последним». Но сегодня Зинаида Петровна выйдет на сцену в руле Анны в спектакле «Вечер», а после получит поздравления от коллег и выйдет в творческие номера в свою честь.